МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Их нужно синхронизировать с экономическим развитием. Мы прошли период, скажем так, необузданного капитализма, когда компании в большей степени думали только о прибыли, о капитализации. Помните, об обиде все говорили. Но, к сожалению, это не всегда отражалось на жизни. Но если еще сотрудники этих предприятий получали неплохие зарплаты, то в целом, конечно, социальная сфера, она, надо сказать, подозносилась. Мы должны думать абсолютно обо всех, не только на тех, кто работает в условных Нарникеле, Газпроме, Блокойло и так далее, а тех, кто учит их детей, а тех, кто лечит, а тех, кто защищает, а тех, кто там живут, а тех, кто там на пенсии живут. И в этой части сейчас мы наблюдаем новый уровень и социальной ответственности бизнеса, почему я привел в пример Нарникель. Но и государство, конечно, реинвестирует те средства, которые оно зарабатывает от реализации телевизионных проектов, в создание новой среды для жизни. Мы будем этот процесс еще ускорять. Чем больше может сделать частный бизнес, тем лучше. Государство выступает установителем правил. Государство создает условия. Сейчас в России избыток предпринимательского капитала, избыток ликвидности у банков и готовность крупных игроков реализовать частные инфраструктурные проекты. Я привел в пример частную железную дорогу из юга Якутии на Тихий океан. Есть практические предложения на сотни миллиардов рублей по увеличению восточного полигона. Ну а в мире, как я уже сказал, космическая отрасль фактически перешла на частные рельсы. Сейчас, наверное, 80 или больше процентов спутников по количеству, которые выводятся на орбиту, выводят частные космические аппараты и частные спутники. Поэтому я знаю, о чем я говорю, когда утверждаю, что бизнес готов поучаствовать рублем в создании этого инфраструктурного мегапроекта. А государство, мы будем работать над такой структурой, чтобы ладало бизнесу гарантии, как правильно Сергей Отович говорил, стабильные правила игры. Это не оптимизм, это цифры, как я уже сказал, от инвестиционных проектов, куда уже вложены деньги нашими ведущими компаниями. Новотек, Роснефть, их дочернее общество Востокойл, Баимская, Газпромнефть, Нарникель и Лукойл. И остальные компании, даже без учета транзита, в 1931 году примерно на 200 миллионов тонн в год выходят. Я эту цифру назвал для того, чтобы, когда сегодня мы спорим с тонны, нужно брать, условно говоря, 10, 20, 30 долларов. Если мы даже возьмем тысячи рублей с тонны, 200 миллионов тонн, это 200 миллиардов рублей в год денежный поток. Обычное инфраструктурное соглашение государственно-частного партнерства длится 20-30 лет. Мы говорим о цифре в 4, 5, 6 триллионов рублей. Это точно с запасом более чем достаточно, чтобы все планы Северного морского пути реализовать. И, как я твердо убежден, с максимальным привлечением частного капитала в небюджетных средств. Арабские Эмираты сформировались уже как мировой лидер в двух отраслях, в двух темах инвестиционных, которые для нас крайне актуальны на Дальнем Востоке и на Севере. Первое – это хаб логистики. Это то, что позволило им встать на пути грузов, которые идут из Азии в Европу по южному маршруту. Сейчас только что на сессии мы обсудили, что новый большой логистический маршрут – это Север. Из Азии в Европу по Северному маршруту. И, конечно, они заинтересованы не упустить эту возможность как возможность для инвестиций, как возможность организовать перевозку. И мы заинтересованы работать с лидерами. И второе, конечно, это туристический хаб. Поэтому, когда мы обсуждаем участие потенциально крупнейших девелоперов недвижимости из Эмиратов в развитии наших проектов на Дальнем Востоке, в частности, города-спутника Владивосток, мы понимаем, что у них есть ресурсы, и они могут это сделать. И мы понимаем, что есть рынок. До пандемии Приморье принимало более миллиона туристов. Сейчас история с пандемией, дай бог, заканчивается. Поэтому мы выходим на практическую фазу реализации проекта. Буквально через три дня будут приняты документы планировки территории города-спутник. Мы начинаем работу на первобиле. Поэтому вот в этих двух темах интерес абсолютно практический. Мы будем его доводить до конкретных шагов. Редактор субтитров А.Семкин